Всем привет! Сегодня я попробую найти несколько неисправных светодиодов. Сейчас плата мерцает. И в конце видео тоже сделаю несколько выводов. Сейчас я проверяю общее напряжение, которое подается на плату. Плата сейчас в данном случае неисправна. Светодиоды то горят, то мерцают. Вот сейчас они загорелись. Сейчас погасли. Обязательно использую маркер, чтобы помечать, какой диод будет найден, который неисправен. Сейчас я немножко придавливаю щупы и смотрю на них напряжение. Оно, конечно, занижено, потому что цепь... Вот я нажал на этот светодиод, он немножко начал моргаться. Получается, что он вообще не держался и сразу отпал. То есть не было уже почти никакого электрического крепления. Сейчас я попробую его припаять. Для этого я зачищаю посадочное место на платье. Его обслуживаю небольшим слоем, немножко убираю лишний припой, потому что его много туда наносить нельзя. Все зачищают тоже. Сам светодиод очень сильно окислился. И тоже его будет необходимо почистить. Я беру такую небольшую наждачку, самую-самую слабую. Там двухтысячная или нулевка, чтобы появился металлизированный слой. Потому что окисел серьезно, его просто не припаять будет. Чуть наношу флюса. Заранее дорожка была, как я говорю, пятачки подготовлены. Сейчас, держа плоскогубцами платку, я паяльным феном снизу буду подогревать. Как бы опыт у меня уже есть. И я уже увижу, когда он припой расплавится. Светодиод начнет небольшое движение. И я пинцетиком чуть-чуть проверяю. Но здесь она слишком, конечно, быстро остыла. Очень хороший теплотвод. Далее опять подключаю плату, чтобы проверить, получилось ли восстановить. Светодиод припаялся хорошо. Я все почистил, тоже помыл, посмотрел под увеличением. Но в итоге все равно плата не зажглась. То есть работает тускло. Я опять начинаю проверять тестером, смотреть. И напряжение опять на ней повышенное, 80 вольт. Это значит, что на этом светодиоде. Это значит, что светодиод имеет завышенное сопротивление. На других около 16 вольт. Сейчас я его, кстати, замкнул перемычкой током. И вот показывает еще 30 миллиампер. То есть я его сейчас замыкал. Проверить, что остальные все работают. Вот сейчас я его уже полностью удаляю, неисправный светодиод. И буду вместо него тоже заправить перемычку. На 18 вольт у меня нет светодиодов. Есть на 3 вольта 150 миллиампер. 18 или 20. Вот сейчас я замыкаю перемычкой. Смотрю, 30 миллиампер идет по всем светодиодам. Тоже такой способ. Светодиоды можно перемыкать. Если вообще не видно, светодиоды все в идеале. Но лампочка не работает. Проверить надо, напряжение идет или нет. А потом поочередно каждый светодиод брать щупами и замыкать как перемычку. Но надо учитывать, что щупы должны быть электрически изолированы. То есть не металлически. Потому что все-таки напряжение. Я пометил его маркером. Тоже там есть такая рисочка. Сейчас уже с перемычкой повторно запускаю. И буду проверять напряжение, которое на плате. Это общее, которое в самом начале поступает. Это на светодиодах около 20 вольт. На светодиодах сейчас приходят уже, которые работают под нагрузкой нормальной. Раньше было 15, когда нерабочая была плата. Сейчас 19, где-то 18 даже. Вот эти резисторы я проверяю. 20 Ом. Вот эти резисторы только задающие. Я буду увеличивать тоже сопротивление, чтобы немножко опять-таки снизить напряжение и ток, которые поступают на светодиоды, чтобы они более дольше работали. Тоже подготавливаю площадку. Там резистор, повторюсь, был 20 Ом. Я буду ставить резистор в итоге 39 Ом. Оказалось, что еще один светодиод неисправный. То есть после всех манипуляций. Резистор я уже запаял. Сейчас опять буду искать вот еще одна неисправность. Светодиод. Я немножко придавливаю светодиоды. Сейчас у меня щупы в данном случае измеряют напряжение. Видите, опять появилось, что светодиод загорелся. Сразу его помечаю маркером, потому что были случаи, что забывал это делать. И сейчас я буду его опять замыкать перемычкой. Вот, замыкаю перемычкой. Смотрю ток на нем 30 мА. Тоже его отпаял. И тоже ужасное состояние контактов, подгорелости. Но тут получается, может быть, из-за перегрева платы тоже. Потому что она очень сильно нагревается. Тоже не буду я уже ничего перепаивать. Запаяю перемычку. В идеале, конечно, эти светодиоды лучше сразу менять на заведомо новые. Там 100 штук стоит, я смотрю, сколько, 4,5 доллара с Алиэкспресс. Так что лучше ставить сразу новые и не мудрить, не мучиться. Вот, сразу все работает у нас. Плата заработала. Светодиодов 15 штук было вроде. Стало 13. Проверяю напряжение уже с резистором, который я поменял, в 39 Ом. Только задающим уже, видите, по 18 В. Вольт везде. Уже везде 18, где-то 17. То есть уже не 20 В. Уже немножко снизил он напряжение нагрузочное. И на выходе перед светодиодами у нас общее напряжение 200... 249 Вольт. А, не так. Да, это, наверное, еще повышенное. Нет, это получается... А сейчас буду менять, да. Сейчас буду. Это еще было повышенное напряжение. Сейчас 33 Ома. Но итоговый резистор будет 39 Ом. Да, вот 237. Потом будет там где-то 233. Проверяю. Тут оно тоже будет около 18 Вольт. Так что изначально было сопротивление там 20 Ом. Лата. А потом я в итоге последнее сопротивление поставил 39 Ом. Вот этот резистор. Я несколько раз его тоже подбирал. Сейчас я проверю, как отрабатывает плата стабилизации потоку. Паяю перемычку. Делаю... Исключаю схемы два светодиода. Напряжение с 233 должно упасть и минус 36 Вольт. Два диода по 18. Вот. И оно должно быть около 200 Вольт. Вот. 200 Вольт я проверяю, что это напряжение исключилось. На светодиодах осталось у всех по 18 примерно Вольт. Вот. Сейчас я опять эту перемычку убрал. Уже сделаю итоговые замеры. Так что можно ставить перемычку. Драйвер отрабатывает. Он сразу сбрасывает лишнее напряжение, которое мы диоды исключаем из схемы. Единственный минус, что схема очень сильно перегревается. Так что желательно, конечно, ее нельзя держать даже в руках. Вот. И желательно заставить какой-то радиатор. Что-то придумать такое. Так что всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok